Здравствуйте! Сегодня посвящаю программу мнению специалистов по поводу будущего кардиоцентра. А то слишком много как-то умников развелось порассуждать на тему, а что, а зачем, а почему так, а не вон туда. Есть даже и такие, кто заявляет, а нафига вообще это все нужно. Есть же старый кардиоцентр государственный, вот пусть он работает. Вот у этих людей, видимо, просто пока сердечко, к счастью, не прихватывало. Я так думаю, чтобы вот не было спекуляций и оголтелого хая, только врачи вправе говорить, что должно быть и как они относятся к тому, что будет в итоге. Ну вот для начала послушайте статистику, что имеем и что необходимо Самарской области в плане мощностей по кардиологии. Именно по профилю кардиохирургии в Самарской области проводится где-то порядка трех с половиной тысяч различных оперативных вмешательств. Вот, на самом деле, реальная потребность на сегодняшний день это как минимум в три-четыре раза выше. И мы не будем... 12-14 тысяч. Ориентировочно 12-14 тысяч. Новый кардиоцентр нужен? Нужен. Наверное, идеальный вариант, если бы, да, его построило государство. Но у государства нет сейчас таких возможностей. Зато вот они есть у бизнесменов, готовых строить и оснащать оборудованием исключительно за свои деньги. А лечить граждан по правилам и расценкам, установленным государством по системе ОМС. А вот когда расценки на каждого больного государством уже определены, то, наверное, государству уже и пофиг, кому платить эти деньги. Для него главное, чтобы гражданам оказывались услуги максимально высокого качества, чтобы людей лечили на уровне лучших мировых стандартов. Государство, публичная сторона, правительство Самарской области в этом кардиохирургическом центре будет размещать заказ на лечение пациентов. То есть, там будет запланировано пролечить, прооперировать вот такое количество пациентов. И в современном, в этом центре это можно будет сделать. Там будут созданы для этого все условия. Для гражданина это будет бесплатно? Да. При всех новых возможностях новейшего оборудования, при бытовых условиях совершенно другого уровня человека? Для гражданина Самарской области это будет бесплатно. Для гражданина Казахстана это будет платно. Каких-то задних мыслей здесь нет. Планируется сделать современный центр, современным оборудованием, современным подходом. Что у коллектива? Есть опасения за свое будущее? Как-то, не знаю, разгонять будут государственную медицину или что? Учитывая ситуацию, что мощности, которые закладываются изначально, они значительно больше, чем у существующих. Так, где-то в 4-5 раз, да? Ну, в 4, да, естественно. Мы будем привлекать дополнительных хирургов, дополнительных кардиологов. Те отделения и те, так сказать, вещи, которые там будут организованы, все до единого человека перейдут туда. Никто, никого на улицу, естественно, никто не отправит. И вот в этой системе Минздрав гарантирует размещение заказа на оказание медицинских услуг не как обязательство перед бизнесом по обеспечению такой-то вот прибыли, а как обязательство перед населением, что если у человека прихватят, то операцию не придется ждать несколько месяцев на таблетках с риском не дождаться. А ему ее проведут сразу же. И платить за это государство будет ровно те же самые суммы, которые оно выделяет клиникам сейчас. Ну, то есть о переплатах, об убытках для бюджета, с одной стороны, и сверхдоходов кого-то там для бизнеса речь не идет. Зато не будет вот этих вот непроветриваемых палат, в которых народ битком. Наконец, можно будет разместить все необходимое оборудование и лечить не 3,5 тысячи человек, как сейчас, а все 14 тысяч нуждающихся. Но вот по мне, те, кто против такого, или идиоты, или враги народа. Продолжение следует...